Папа Папа Можно сказать, что семья держится при исполнении желаний друг друга. Мы живем, жили с верой, надеждой и любовью. Стаж Трофимовых пока куда скромнее. Их браку 10 лет. Но Дмитрий уверен, что и они доживут до золотой свадьбы. Тем более, что с семейным гнездышком готова помочь городская администрация. Мы долго к этому шли, где-то в районе 4-5 лет. И для нас, конечно, это большой сюрприз, можно так сказать, получение сертификата. Мы можем переулучить свое жилье. Для нас, конечно, большая поддержка для нашей семьи. С начала реализации закона по поддержке молодых семей было выдано 560 свидетельств на приобретение жилья. В этом году будет 49. И хотя статус официального праздник Пап приобрел только в этом году, у мужчин дефицита внимания не было и раньше. В 2012-м в Курске открыли памятник отцовству «Белый гусь» и организовали аллею отцов. Главы многодетных и молодых семей, достойнейшие отцы нашего региона. Вот и все, что мы о них знаем. Самое время познакомиться с героями поближе. Лучший друг, супергерой и мудрый наставник. Все это он – папа. 12 сентября в Курске празднуют День Отца. У папы находчивый, умный и смелый, ему по плечу даже сложное дело. Еще он? Еще он. Шалун? Шалун. А за ду? Ник и проказник. И с ним каждый мой день прорешается в праздник. Устами младенца глаголит истина. Если сын говорит, что папа может все, что угодно, значит так оно и есть. У Сергея Костенецкого большой дом, любимая жена и трое замечательных ребятишек. Все они уверены, их папа не только глава, он душа семьи. Умный, сильный, хозяйственный. В браке Ольга и Сергей 16 лет. Супруга признается, замуж выходила за самого-самого. И с тех пор муж нисколько не изменился. Самый лучший человек на свете, самый добрый, самый надежный. Полностью могу положиться и довериться. И как тут не довериться? Пока мама на работе, папа и присмотрит, и на качелях покачает, и поймает с горки, и покружит в хороводе. Но мальчикам, кроме развлечений, нужно отцовское воспитание. Вырастить из них настоящих мужчин, готовых к любым поворотам судьбы, Сергею под силу. С раннего детства ребята учатся работать инструментом. Помогают высаживать деревья, мастерят поделки. Болг сделан из монтажной пены. Божьи коровки отлиты из бетона. Это папа всему научил. Мой папа добрый, сильный, мужественный. Я его очень сильно люблю. Он мне помогает во всем. И очень любит нас всех. Два сыночка и лапочка-дочка. Вместе с папой девочка познает мир. Сколько лучиков у солнца, где у дома труба. Даже цветы в саду Маша поливает сама. Такого папу просто невозможно не любить. Искренний смех у дочки способен вызвать только отец. Он и веселый напарник по играм, и пример для подражания, и надежный защитник. О, дочь, молодец. Хоть папе гол забили. В семье Агеевых забить папе гол почетно. Ведь такого, как Вячеслав, обыграть практически невозможно. Мастер на все руки, бывший спортсмен, талантливый кулинар. Один научил всю семью водить машину. Домочадцы в нем души не чают, иначе и быть не может. Настоящий мужчина всегда вызывает восхищение и уважение. Мужчина должна быть справедливым и держать свое слово. Сказал, значит, делал все. Девиз семьи Агеевых всегда вместе. Вместе значит сильнее, надежнее, крепче. Их семейные узы неразрывны уже 16 лет. Все благодаря мужу, признается Оксана. Он обладает особым талантом. Сплачивать всех членов семьи, объединять их интересы. Мудрости ему не занимать. И это при том, что Вячеславу всего 37 лет. Я поражена, несмотря на то, что обычно говорят мудрые тем, кому уже за 50, за 60 лет. У моего мужа это качество есть сейчас. Но мудрость не единственное достоинство Вячеслава. Младшенький Влад любит папу совсем за другие качества. Потому что он много с нами проводит времени. Мы с ним все время ездим на рыбалку. Мы с ним все время во что-нибудь играем во дворе. Играют во дворе, играют дома. Папа Слава может помочь сыновьям не только в бою виртуальном. Бывший дзюдоист знает. Отцовский долг – научить сына постоять за себя. Вячеслав практически всегда присутствует на домашних тренировках сына, чтобы вовремя дать нужный совет. Ведь он знает, о чем говорит. Да, я вас где-то по отцову делал, подъемал. Детей 30 килограммов, детейки. У меня было еще 16 килограммов, раз 50 поднимал. Но папа может быть и совсем другим. Он очень добрый, сильный, мужественный, очень хозяйственный. Он все время помогает по дому. Готовит очень, все время почти папа готовит. Мама, когда приходит с работы, папа уже приехал, приготовил всем поесть, убрался. Оксана это очень ценит. Говорит, ее Вячеслав – пример для всех отцов. Добрый, отзывчивый, заботливый. Это моя жизнь. Это самый лучший мужчина на свете. Только с лучшим мужчиной на свете можно прожить в браке 53 года. Семья Деги перешагнула золотую свадьбу, но их море любви и нежности безбрежно. Секрет долгой и прочной любви прост. Тем и ценен. Нужно поддерживать друг друга. Нужно добро делать друг другу. Нужно выпросить зло, как всегда у каждого человека есть и добро, и зло. И тогда я считаю, что семья должна состояться. Их семья состоялась. Это была любовь с первого взгляда. И как в такого не влюбиться? Высокий, статный, красивый, заботливый, хозяйственный, добрый. Первое впечатление не ошибочно. Роман Яковлевич всю жизнь старался быть для своей семьи крепким плечом, надежным защитником, примером, достойным уважением. Я вот не пью, не курю всю жизнь. Ну, бывает, по праздникам, а так вообще не употребляю. Поэтому у меня дети уважают и внуки. Сегодня он глава большой семьи. Может собрать всех за большим столом, рассказать истории старых пожелтевших фотографий, придумать особенную сказку для любимой внучки. Кстати, уж кто-кто, а внучки знают все о главных достоинствах своего мудрого наставника. Доброта, заботливость, внимательность. Он очень... стабильность. Он очень ценит свою семью и делает все для нас. Роман Яковлевич Деге, ветеран труда, отличник здравоохранения. В блокадном Ленинграде его глаза видели такое, о чем страшно даже вспоминать. Может поэтому он создал все условия, чтобы его семья всегда чувствовала себя в безопасности. Чтобы знали, пока папа рядом, в целом мире им нечего бояться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова